Друзья мои, всем привет! Я сейчас нахожусь в такой красивой студии, вы просто не представляете себе, как здесь светло, уютно, тепло, мне уже жарко. Название студии напишу на экране, в Одессе это замечательная студия, ссылочку на нее оставлю вам внизу под видео, потому что я уверена, вы захотите здесь сделать фотосессию какую-то классную. И в этой студии хочу пофотографировать сегодня вот этот плед, мой новый пледик Арина, мастер-класс по нему я уже записала, ссылочка на него внизу под видео, попетельный, подробный, особенно для новичков, вам будет удобно со мной вязать каждую петельку. Знаю, что вы долго ждали выпуска этого мастер-класса и постоянно спрашиваете меня в личку, вышел, не вышел, наконец-то я его закончила, записала для вас. Сейчас дальше в видео, видите, какой тут интерьер красивый, зал у меня называется Скандик, я выбрала такой самый светлый, такой душевный, теплый, как раз для пледика, мне кажется, отлично. Сейчас покажу вам студию, тут похожу, поснимаю, чтобы вы все увидели поближе. Такая студия красивенная, светлая, большая, Арончик, такой большой-большой классный зал, можно фотосессию за столом делать, на кухне как будто бы на домашней, классно, очень круто. Новогодняя тема, Арон, тебе тут нравится? Да? Классно. Елка бесподобная, тут красивая такая, для новогодних фотосессий. Так, мои меню ждут. Арончик, что ты, сердечко принес? Так лучше, да? Что ты принес? Цветочки? Ну, ты такой помощник. Тебя сфоткать надо? Сейчас. Так, что они там делают, мои ребята? Что-то готовят на кухне. Арон, я тебя по горам поснимаю. Арон, ку-ку. Ты мой красавчик. У нас в Одессе вообще мало светлых таких студий, как я люблю. Это одна из тех, что мне прям сразу припало к душе моей. Очень много света, потому что большущие окна высокие. Смотрите, какая тут елка красивенная. Смотрите, слава игрушек. Вообще, новогодние фотосессии как раз тут то, что надо. Мы с моей всей семьей желаем вам прекрасного настроения. Малыш вам всем передает привет. И также покажу на мне сейчас джемпер новый. Покручусь. Обзор этих пайеток я снимала на YouTube. Маленькие такие деликатные пайетки. Видно, как блестит, я думаю, вам. Нежные такие пайетки. Блеск совсем-совсем еле заметный. Если хотите знать, какие это пайетки, посмотрите просто обзор пряжи. И вы сразу поймете, вот какого они размера, как они блестят, какой цвет они дают эти пайетки. Горловину, конечно, можно было сделать круглую, но мне нравятся больше лодочки. Это моя любимая горловинка. Вот так, в общем, пока что смотрится на мне этот джемпер. Джемпер, видите, немножко он такой в обтяжечку получился. Вообще-то я его вязала свободным. Оверсайз такой реглан. Вырез лодочка. И, в общем, он очень нарядный и красивый. Мне очень нравится. Мастер-класс по данному джемперу я хочу включить в свой курс по реглану. И он будет как бонус, то есть бесплатно в грузике. Просто вот, по моим расчетам, вязать такие для себя джемпера. Классный, мне очень нравится. Пряжа классная. Брала тоже в Украине. Бюджетная, но тепленькая. Еще хотела связать сюда манишку, чтобы носить его зимой и прикрывать вот этот весь мой вырез лодочкой. Как раз еще пряжа осталась с пайетками, но руки на НДЖ дойдут, да сделаем. Вы просили, чтобы я сделала экспресс-мастер-класс по данному джемперу. Запишу хорошо краткий экспресс-мастер-класс для тех, кто хочет связать точно такую же модель в одном этом размере. Но в мастер-класс, вернее в курс по реглану, это джемпер связанным регланом, я включу этот мастер-класс, чтобы рассчитывать можно было на любой размер, возраст, неважно, ребенок это, взрослый. Я дам расчеты, как я рассчитываю именно все изделие на конкретного человека. Дальше в видео вставлю фотографии пледа, мастер-класс на него очень подробный, на этот плед, как и все мои мастер-классы. Слушайте, ну я получила массу удовольствия снимать вот это свое изделие в этой студии, потому что здесь комфортно, тепло, чисто, сухо, светло в первой половине дня, так что если будете сюда идти фотографироваться с семьей, например, там на новогодние праздники, тут стоят две классные елки, я вам покажу дальше фотографии и вставлю. Берите всю семью, наряжайтесь в таком светлом какой-то стиле, излучайте добро, любовь и приходите сюда фотографироваться. Я с канала не пропала, просто у меня немножко вот, немножко приоритеты поменялись, вы понимаете, да? Видео мне легче в последнее время снимать короткие, не длинные, потому что очень неудобно сидеть, задышка, ну вы понимаете, в общем, не могу долго сидеть, кажется, что все затекает, просто неудобно. А самые первые месяцы прям меня не уточнило настолько, от всего прям отвязания тоже я не вязала, поэтому я немножко так на канале редко стала появляться. И я скоро, в общем, буду уже с двумя малышами, ну один уже старше, а этот второй будет опять мне помогать вязать, в общем, вы поняли. Всех вас жду у себя всегда на канале, не скучайте, вяжите, понимаю, что сейчас такая ситуация в странах, нелегкая для каждого из нас, но вы держитесь, не нужно грустить и впадать в какие-то плохие состояния, нужно вместе держаться, помогать друг другу. Обязательно много вязать, естественно, ну тут что ж, естественно. И подписывайтесь на канал, чтобы побольше учиться всему интересному, новичке особенно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам этот цвет. Знаете, у меня его купили уже для мальчиков, я думала, вообще-то он как бы такой девчачий, но видите, берут для мальчиков только вот в бежевом цвете, таком нейтральном, и я хочу еще связать, попробую, голубеньком, сером может быть. Я думаю, тоже для мальчиков подойдет, как думаете. Напишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете. Вот в такой классночей коробке поедет плед к своему малышу. Смотрите, я его вот так вот сложила рулетиком таким, и теперь пойду на почту отправлю. Я свою вязала не быстро, потому что я же записывала параллельный мастер-класс, и плюс еще описание делала. В общем, медленно его вязала, поэтому я вам расскажу, за сколько дней я его связала, но не меньше месяца точно у меня ушло. Посмотрите, какой цвет у меня. Я еще хочу такой же связать холодный бежий. Просто я что-то в последнее время на бежевом мне понесло. Друзья, благодарю вас всех за то, что вы вяжете со мной, пользуетесь моими мастер-классами. Не знаю, что бы я делала без этого вязания в жизни, без вязальщиц. Просто вот какой-то такой создался у меня мир вязания этого, вязальщиц, таких добрых людей. Я очень рада, что вы есть в моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok